Всем добрый день! Снимаю коротенький видос, обзор новой системы. Итак, погнали! Что в этой системе нового аквариума? Здесь 1500 на 750 на 600, выносная шахта, ребра сделаны. Первый раз я сделал ребра себе в аквариуме, мне очень понравились. Четыре вартека, два вартека стоят с этой стороны, один противоположный наверху и один совсем внизу, потому что песка нет, он продувает дно. Стоит профилюкс третий с дозатором, вот такой вот электрический техотсек. Тут кое-что вместилось. Балласты от ламп, от возвратки стоит блок управления, автодолив, ну и контроллеры от помп сделаны. По аквариуму еще. Шахта выполнена выносная, высота шахты 30, ширина шахты 30, глубина шахты, по-моему, 12 сантиметров. Может быть больше, я уже не помню, что-то мне не хватало, может быть 14. Шахта выполнена без решетки, то есть вырез в стекле, никаких решеток тут нет, не хочу их ставить, абсолютно не нужные. В моем понимании ничего туда не улетает, если даже туда что-то улетит, шахта очень неглубокая, достать легко. За счет того, что она неглубокая, из этой шахты очень, она очень чистая. То есть там не задерживается детрит, он улетает весь в самп. Ну давайте по сампу приближимся. Самп такой вот. Хитромудрый я склеил в этот раз. Отсет с пенником и помпой на холодильник. Она же помпа, которая может все слить, если перекрыть вон тот верхний крайник, в канализацию. Вот такой отсек с камнями. И уголь тут лежит, кстати. Чистый отсек, нету в нем детрита, тоже не копится. То ли он экспортируется как-то вообще чистый, просто вот. Ни разу не чистый, вот смотрите, вообще детрита нет, как в принципе. Вот в этом особо-то нет детрита. Есть детрит скапливается вот здесь, в травнике. Здесь хитоморф, укуллерпы, два вида. Вот здесь детрит под травой есть. Организован слив через отверстия. Вот такие вот у меня в двух местах переливы. Видно, нет там, скрутость в воду. И здесь вот перелив с травы на возврат, точно такой же. Помпа возвратная. Восьмитонная. Профилюксовские розеточки. Стоят обычные розетки, профилюксовские розетки. Мешалка кальциевая с прошлого аквариума. Но вот самая интересная отсека тут и для меня. Я очень долго конструировал отсек для баллинга и автодолива. Чем он интересен? Показать, к сожалению, не могу. Потому что не готовы новые емкости под баллинг. И не изготовлена новая емкость под автодолив. А под автодолив будет емкость 40-литровая, 45 где-то так, по высоте. И емкости под баллинг по 15-литров будут. Вот эта площадка нижняя. Я, к сожалению, наверное, вообще не смогу сейчас выдвинуть ни грамму, потому что, ну, не получится. У меня упирается там трубки наверху. Вот эта площадка нижняя, она целиком выдвигается на всю длину. То есть на 60 сантиметров ее можно выдвинуть сюда. То есть при замене долива жидкостей, мне не надо там ничего вынимать по отдельности. То есть я выдвину площадку эту и спокойно долив жидкости для баллинга. Если надо помыть емкость автодолива, она тоже будет просто. Вот эта площадка выдвигается. Она там на рельсах, на подкатных, на таких, на очень интересных. Вот, я ее выдвигаю, достаю, все мою, все задвигаю. Очень удобно. Надо вон те розетки, например, дальние, да, там что-то мне будет включить-выключить. Я выдвину спокойно эту площадку, там что-то могу включить-выключить вообще без проблем. Решение очень прикольное, очень долго его вынашивал. Думал, как сделать, но вот как-то так получилось. Позже покажу все. Ну, а так в целом, вот такая получилась система. Светильник в доработке, тоже скоро будет по нему видео. Всем спасибо.